это чей канал нету никого ну все щас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить соболезны давайте поговорим на эту тему вот чем украине чем украине можно гордиться украина сама поля сделала и черным морем можете гордиться вы же его выкопали вот чем можете гордиться там раньше не было поля вы его сами сделали поля есть везде даже в германии в испании есть поля под ногтями у тебя самая лучшая земля 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 неплохая только продано уже иностранцы ну и вашего там мало вложено в ваши поля ты что делала или кто делать поля украина делала гордятся они своими полями продана продана у вас можно пославится что у вас пути давайте вам расскажу что произошло у нас за последние 20 лет но у меня в санкт-петербурге но не знаю построено самое высокое здание в европе вот если вы не знали называется лахта центр 462 метра но можно этим гордиться россия занимает первое место по экспорту пшеницы во всем мире этим тоже можно гордиться но опять же если про санкт-петербург у меня сейчас построена на самое высокое здание в мире ледовый дворец самый большой в мире в мире можете посмотреть в мире самый большой ледовый дворец в мире ледовый для хоккей для хоккея фигурного катания да да допустим смотрите у нас самое высокое пособие при рождении ребенка 10 тысяч долларов мамочка получает когда рожает ребенка это разовая не считаю да у вас есть интернет посмотрите материнский капитал до при рождении первым не один а каждый один один человек в россии получает 10 тысяч все рождаются а он получает один ребенка родители получают 10 тысяч долларов от государства такого пособия нет нигде в мире но это вот вот хотя бы этим есть чем гордиться да еще мы в космос летаем в отличие от вас у вас что-то подобное есть еще что новенькое но так особо ничего в прошлом году россия была на втором месте посудостроению то есть кораблей гражданских военных больше россии строил только китай тоже можете проверить теперь будешь орать слава россии потому что есть чем гордиться за россию будешь за россию гордиться во первых украина славится своим пейзажами пейзажами украина славится своим воздухом украина очень славится своим небом у нас небо самое синее там и синее небо в европе а по ночам у нас самые звездные звездные звезды на небе это только в украине такие звезды есть мы можем этим гордиться а еще у нас на украине у нас самая зеленая трава в мире вот нигде такой зеленой травы не найдете а лужи какие у нас ай ой а самые самые прозрачные лужи в мире вот что не лужи то прям ну сказка озеро заповедник ёпта прям выходи и купайся нигде в европе таких луж нету у нас много чем гордиться можно много а дышится как свободно дыхаешь и прям свободный весь сразу ну это все понимаете посмотреть а потрогать и вот ну лужу потрогайте культуру потрогайте мы культурный знаете какие ёпта нахуй блять мы такие культурные шоу ащер 5 раз вот можем этим гордиться культурные мы как заботится у вас как заботится о гражданах украины как государство заботится пенсия минимальная сколько у вас 2900 гривен это да можете мне да нет у меня больше я не на пенсии но у меня больше проверить минимальное это минимальное это социальное обеспечение для тех кто не работал ну социальная пенсия кто не может стаж подтвердить у вас 2900 гривен это на наши деньги ну а кстати у нас 5500 5 5300 еще самый большой самолет а у нас самый большой самолет в мире когда-то был и он был не наш и его сейчас нет но мы им гордимся как будто бы он наш потому что он когда-то у нас был но его вы знаете марию его уже на 50 процентов дело в том что дело в том что мари его уже на 50 процентов отстроили чем воздухом и травой и лужами и устроили всем советским союзом она построена в 1989 году когда украина еще не была независимой поэтому гордиться мрии можно также и казахам и армянам и азербайджанцам и грузинам все вместе строили ее но а мрия 2 которая стояла у вас на заводе антонов она 30 лет не так и и не достроили то есть без советского союза вы не можете даже самолет построить ну конечно она мы можем гордиться тем что мы были в советском союзе о чем мы можем гордиться вы были советском союзе а тоже были ну ладно на же 15 республик было составе советского союза и латвии и литва и эстония армения молдавия много было таджикистану оказывается керосиновую лампу придумали на украине буквально в девяносто первом году в конце придумали керосиновую лампу это живот вы же помните еще 30 лет назад люди лучи мы там вот это жгли керосиновые лампы еще вот это ну еще в пещерах пока жили девяносто первый год вы вы же знаете там все же ну как бы еще шкуры носили там вот это вот и даю тогда на украине придумали керосиновую лампу да там мы можем этим гордиться керосиновую лампу да это знаете это наверное было еще лет 200-300 назад так ну что украина тогда уже была как будто бы ну вроде бы как наверное а украину еще не придумали но украина уже придумала лампу есть чем гордиться но я поле весь мир как а ну тогда не было тогда не было тогда не было страны 200-300 лет назад не было страны под названием украина к сожалению да была российская империя но это 200-300 лет назад национальности такой не было украинец не было кто придумал керосиновую лампу какой украинец вымышленный а украина независимое государство до появилась 1991 году благодаря развалу советского союза причем украина считалась одной из самых богатых и самых ну эффективных наукоемких а что мы поговорим о нашем киевском метро а давайте поговорим про наш киев и в кто делал правильно украинцы потому что киев столица украины метро 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 мы можем им пышаться прям как вот распышаться можем аж потому что это украинское метро его делали на украине с девяносто первого года там столько метро выкопали там такие кроты копали ты еще ля до сих пор копают ну она к сожалению в очень плачевном состоянии дело в том что дело в том что украина как независимое государство построить смогла наверное пять или семь станций метро за 30 лет а московское метро построили больше 150 станций за эти же 30 лет а что мы поговорим о языке если украинский это самый самый древний самый древний самый могучий самый спевучий самый пи воровый как это называется сейчас ну короче красивый самый язык мелодичный мелодичный ним не буду спорить вот это вот по пидрят очень мелодично мелодично по пидрят колобик все очень мелодично мать прям песни пишутся вот жинка сбила дрон банку пемидори у а вообще мелодичная песня так очень мелодичный очень ну такой спелучий как у вас говорят хороший язык и песни красивые но только украинцы пользоваться украинцы украинцы пользоваться им не умеют я я уже разговариваю я шутюк запела сразу чувствуете да вы чувствуете она прям как песню запела вы вот почувствовали сейчас она у я сразу разу ну мотив какой-то складывается чувствуете песня пошла сейчас песня можете сказать как будет по-украински бабка поймала стрекозу песня пошла сейчас чувствуете бабуша спимала стрекозу видишь какая спевучая русская молла да по украински по другому можете можете в google перекладать еще забейте бабка можете прыгать добра добра ладно не получилось верить вы даже украинской мовы не знаете понимаете язык спевучий на украинцы его не знаю но у вас как будет вот по-украинский муж 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 жена муж у вас изображение потом но муж и жена как у вас будет по украински я могу спать спокойно могу мощи на украинской мове спокойно при помощи словаря слышу словарь как будет так будет вот это а это как ловить я как могу спокойно разговаривать скажу еще чуть ну а видите как разговариваю вообще край легко вообще человек муж да а ты не человек получается все ты не человек человек да муж муж будет человек да а как будет выйти замуж вот женщина вышла замуж скажите по украински ну у вас опять изображение выключилась в этом носит она выключает знаете зачем камера носит перекладачу залезайте там смотри или вы совсем выключились так если нет мужа как можно выйти замуж мужа нет потому что не нашла а вышла за за человека человека нет муж есть а язык спеучий 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 только хер спаёшь хер на нем спаёшь на этом спеучем ну как мужа нет а замуж выйти надо ну я зимка вышла за мир ж чтоréalиз за какого замечания если жинка вышла замуж за мишa там можно только замуж выходить замужа замужу замужу замужа Все женщины выходят, ты мизжа? Нет, я не мизжа. Ты мизжа? Я мизжа, мизжа. О, за мизжа вышла, я за мизжа выхожу. У вас муж, у вас человек. Человек. Миша вышла за человека, добре. Будет так. Ну, вот как раз не так. Я живу в Украине 12 лет, и вы мне что-то будете сказать. О, вы сейчас будете мне сказать, что у меня мужа нету. А миш есть, миш есть, человек есть, а мужа нет. Все есть, кроме мужа. Ну, конечно, вы даже 12, даже 30 лет проживете, и все равно мову знать не будете. Ее невозможно выучить, да. Нет, я русский язык знаю, ну как, досконально, потому что я всегда общаюсь на русском языке, а вы говорите на русском языке, но вас заставляют переходить на украинскую мову, поэтому вы ее не знаете. Кто вас заставляет? Ну, а зачем вам? А свободная страна. Я... Лучшая шутка дня. Свободная страна. Понимаю, но язык родной-то у вас русский, зачем переходить на мову? Какой русский? Какой русский? Ты дебил? Ну как, вы не знаете? О, 12 лет, говорит мне. Ты дебил взрослому мужчине? Ну, понятно, что там это, да. Все ясно. Знаете даже слов по-украински, а русский знаете. Замуж вы знаете, стрекозу знаете. А бабку с человеком не знаете. И вы после этого будете... А что такое бабка с человеком? Нет, бабку вы не знаете, стрекозу вы знаете, а бабку не знаете по-украински. Замуж вы знаете, а за человек не знаете. Понимаете? Да что такое за человек? Я вам объясняю, что русские слова вы знаете, и знаете, как это говорится. А по-украински нет, поэтому это не родной ваш язык. Ты про мужа-то у словаря спрашивала, стояла. Я, говорит, знаю. Ты даже слово муж у словаря решила спросить, потому что ты просто тупо даже слово муж не знаешь. Гарно спелкуюсь, я спеваю тут музыкальные инструменты. Потому что нельзя, нельзя не знать родную язык. Я спелкуюсь на украинской мове 12 год уже. Нет, говорить вы можете... 12 год. Я спелкуюсь на украинской мове 12 год. 12 год, если шо. И на английском, и на французском, и на даже китайском. Но выучить вы можете, а родной... У меня один вопрос. Вопрос издала. Ей 12 лет, сейчас она живет 12 лет на Украине. И 12 лет разговаривает на украинской мове. Она родилась... Она родилась, и сразу... Эх, врач! Попедрят, это самое... Туда, там еще есть чё? Нет, кто? Там попедрят будет, кто нет? Посмотри. И это... Цибарку дай, закурить надо. Ну, язык у вас все равно русский. Чему русский? Ну, потому что вы знаете все слова на русском языке, а на украинском не все. Я не знаю. Не знаю. Ну, так-так. Як не знаю. Як не знаю. Все знаю. Словать, далеко не уходи. Это же тебя разговаривали с Суржиком, разумеете? И для того... А что за язык такой Суржик? Что за язык... Что за язык такой Суржик? В какой стране на нем говорят, на Суржике? 404-й. Ну, вот там на территории Украины есть 404-я страна. Вот в ней на Суржике балакают. В жопе. О! Есть учебник суржикского языка, да? А ты в жопе живешь? Так она в жопе живет, получается. Мать, чё, как в жопе живется? Нормально? Нет? Ничего там? Нет? У меня, может, голова, походу, заболела. Ну, украинского, я знаю, есть. Русского есть. А почему вы говорите на Суржике? Суржик Астам. Потому что это носитель русского языка. Потому что вы носители русского языка. Потому что родной язык у вас русский. Прикинь, как она расстроилась. Оказывается, у нее родной язык русский. Она сейчас это бухать начнет. В 12 лет. Давайте, девчонки, девчонки, не мучайтесь. Здоровья вам. Берегите себя. Давай. Чё б ты сделал? Ой. Ну, концовка такая. Насрать обязательно надо. А то как же? Неужели она, как русский человек нормальный, просто уйдет? Надо обязательно в конце опорожниться. Перед выходом. Ну, потому что 12 год. И, как бы, все 12 год на попедрядном языке. Шпилек. Ясно все. Да она поняла. Она сейчас бухать пойдет. Все. Она такая, блин, у меня родной русский. Я, оказывается, русская. Мать, налей водки. Скорей. Дай. Все. В школу не хожу. Нахуй. Нахуй. Горикон.